Вот квитанции за март прислали опять с долгом. Нина Бухтина, глядя на очередную платёжку за капитальный ремонт многоэтажки, не верит своим глазам. Жительница дома по проспекту 50 лет октября 58 говорит, всегда оплачивает все квитанции вовремя. Откуда ни возьмись, за март месяц появился долг в 317 рублей. Это и мне не одно, и мне и всей Монгарей всем присылают долги. Почему люди молчат, почему не бьют тревогу? Мы звонили, первый номер дан, на первой квитанции дан номер, мы звоним, никто не берет никогда трубку. Значит, еще на этом листке написано номер, тоже звонили, вообще попали в Санкт-Петербург. Все попытки дозвониться до службы поддержки у Нины Николаевны и ее соседи оказались тщетные. Но нам, видимо, повезло больше, и услышать специалистов все-таки удалось. У вас все оплачено, квитанция приходит с долгом? Конечно. Вы начали оплату с 1 августа 2014 года? Да, конечно. Как вы присылать, так мы и все платим. Все квитанции у вас имеются на руках? Все на руках. Хорошо, давайте я приму от вас заявку, что у вас все проплачено, а вам приходит такая квитанция. Скажите вашу улицу, пожалуйста. Заявка принята, она будет отправлена в расчетный центр. Так как у вас все оплачено, и все квитанции имеются, не нужно оплачивать за должность, а просто свои ежемесячные платежи. И дождитесь следующей квитанции с перерасчетом. Сколько еще жителей Сызранских многоэтажек получили квитанции, в которых указано, что они якобы должники? Пока говорить не беремся. Чтобы выяснить, с чем связана эта ситуация, наша редакция направила запрос на имя директора фонда капитального ремонта в Самарской области Андрея Чибисова. Сотрудники пресс-службы фонда пообещали дать разъяснение уже 10 апреля. Напомним, что региональная программа капремонта стартовала в ноябре 2013 года. В этом году по ней планируется отремонтировать порядка тысячи многоэтажек по всей области. Несмотря на то, что идея в целом неплохая, сам механизм ее реализации пока еще требует доработок. Марина Дмитриева, Никита Кожевников. Весть детально.